Во вторник, 29 января, санаторий Джон Керри стал новым государственным секретарем США. Это случилось после того, как Хиллери Клинтон ушла свой пост. Он получил 94 голоса, и то, которое против него, это потому, что президент Барак Обама дал свою помощь санаторию Керри. Когда другие санатории не хотели выбирать Джона Керри на этот пост, президент Обама ответил, «Я понимаю, это почему я афроамериканец». Эти санатории молчали немедленно и выбрали Джон Керри на этот пост. Большая информация об этом выбрала и роли Джона Керри станет заступенными в среду 30 января из агенции Франц Пресс. Синатор Керри из штата Массачусетси начал работать в саняте США с 1985 года. Он тоже старался стать президент США в 2004 году, но он проигрывал Джорджу Бушу. Какой другой мир был, если это не случилось? Наша следующая история о легализации наркотиков в Колумбии. По-видому, они оставаются. В правительстве Колумбия решила делать этот новый закон, чтобы помог в ужасной ситуации с наркотиками. Напомню, что Колумбия делит много наркотиков, особенно кокаин, и это большая проблема для этой старачи. Но у них проблема с другими наркотиками, вроде марихуана. Новый закон будет называть марихуана, кокаин и экстази. Правительство Колумбии подделает официальное предложение в Конгрессе в марте 2013 года. С надеждой, что этот закон поможет контролировать наркотические войти и студенты вообще в Крыму. Президент Колумбии, Хуан Мануэл Сантос, поддерживал такой закон еще в феврале 2011 года. Он не речь и получит, что он только хотел. И в другой новосте, Россия не хочет, чтобы США восстановили из России вселенные центры изучения общественного мнения. Проводил вопрос, в котором люди поддержали запрет русских изны обнения американцами. Большинство русских одобряет новый закон, который запрещает американцам усыновить русских детей. В газете, в котором был вопрос, 53% граждан тоже сказали, что они хотят, чтобы все иностранцы запрещали от усыновления детей. Но люди думают, что это спорный закон. Точно. Кому этот закон помогает? Дети, у которых нет дома, которым нужен дом или политики, которым не нравится суша. Хорошие вопросы. Спасибо. Но также в России Государственная дума сообщила, что у нее решение о рождении. Она увеличит наказание для пьяных водителей. В пятницу 5 октября Ирина Яровая рассказывали людям об этом решении. Сейчас максимальное наказание для пьяных водителей 9 лет в тюрьме. Но с новым решением виновники могут быть в тюрьме 15 лет. Также штраф увеличится. Люди заговорили об уважении автомобиля в нетразвом виде потопьяных водителей и странниц. Водили и били 7 человеком. Человеков. Пять были дети. Владимир Путин и партия «Единая Россия» поддерживают это решение. Это все.